МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это главы львовского поселения о проделанной работе за первые полугодия 2019 года и планах на будущее. Главной задачей решаемой администрации – содержание дорог местного значения, электрогаза и водоснабжения, обеспечения населения топливом. Большое внимание уделяется благоустройству территории. Еженедельно проводятся санитарные пятницы. Активное участие совместно с администрацией в субботниках принимают жители Львовского. Один из главных проектов поселений на ближайшее время – строительство универсального спортивного комплекса. Уже состоялся аукцион, где выбрали исполнителя. В ближайшее время он приступит к строительным работам. После отчета участники встречи смогли пообщаться с главой поселения и представителями районного руководства. Ряд вопросов касался сферы здравоохранения. В нашей больнице нет разъездного автомобиля. То есть, если вызывают на дом врача, здесь два пути. Или приходит машина от родственников больных, или, вот второй год это уже звучит, терапевт садится на свой велосипед и едет к больному. Извините, 21 век, вот хотелось бы узнать, как вопрос здесь будет решаться по транспорту. Значит, две недели машина ремонтируется на капитальном ремонте, там полетел движок. Машина в ремонте, где-то ориентировочный срок ее выхода где-то недели через две. Мы занимаемся этим вопросом. На встрече прозвучали вопросы, касающиеся пожарной безопасности в летний период. При малейшем ветерке, при малейшей, ну скажем так, опасности возгорания с уровня растительности, у нас на готове бригады, состоящие из наших работников администрации, пожарная часть у нас во львовском сельском поселении, которая готова выехать в любую секунду. У нас нет ни выходных, ни другого какого-то времени суток, день или ночь, ни погодных каких-то условий для того, чтобы мы не отреагировали моментально на чью-то жалобу. Также жители волновали вопросы благоустройства, ввода, электроснабжения, правопорядка. В конце встречи слово взял Адам Джарин. Я всем хочу пожелать только здоровья, только благополучия. Еще раз, родные мои, услышьте меня. Я больше всех заинтересован, чтобы в районе был порядок, чтобы в районе было комфортно, чисто, уютно, чтобы у людей как можно было меньше жалоб. Поэтому давайте вместе делать будущее наших детей. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России «Года памяти и славы» в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Особое направление в этой работе – патриотическое воспитание молодежи. Современное поколение должно знать и помнить о дедах и прадедах, кто ценой своей жизни позволил нам жить. Поэтому проведение в России «Года памяти и славы» – отличная возможность еще раз напомнить о подвигах наших предков. Регион уже разработал проект «План основных мероприятий». В него вошли культурно-массовые, информационные и социально значимые мероприятия. Которые пройдут во всех муниципалитетах краев, в том числе в Северском районе. Помимо этого сформированы рабочие группы, задача которых – побывать у каждого ветерана, узнать о его проблемах и оказать помощь. Также к 75-летию победы проверят все монументы, памятники, захоронения не только воинские, но и индивидуальные могилы ветеранов. Информация по этим объектам уже собрана в муниципалитетах. К работе будут подключаться школьники, волонтеры, молодежь, ветеранские движения и активисты, которые опираются на опыт тимуровского движения. Июль – разгар курортного сезона. На федеральных трассах количество автомобилистов и пешеходов возросло в несколько раз. С 1 июня по 31 августа на территории Северского района проходит широкомасштабная операция «Курорт-2019». Ее цель – обеспечение правопорядкой безопасности дорожного движения в период летнего курортного сезона. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей. В связи с увеличением потока автотранспорта возрастает и количество ДТП. На территории Северского района за прошедшие 6 месяцев 2019 года зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибло, 40 получили телесные повреждения различной степени тяжести. С участием детей три дорожно-транспортных происшествия, в которых три ребенка получили телесные повреждения различной степени тяжести. По вине пешеходов зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 4 человека получили ранения различной степени тяжести. По вине водителей автобусов зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести. За 6 месяцев текущего года сотрудниками ГИБДД Северского района выявлено 8 439 нарушений правил дорожного движения. В отношении водителей составлено 7 417 административных материалов, а пешеходам выписали 760 штрафов. Уважаемые жители и гости Северского района, не пренебрегайте правилами дорожного движения, не оставляйте своих детей без присмотра, будьте внимательнее на дорогах. С 12 июля в Краснодаре начинают действовать запрет движения большегрузного транспорта и автобусов по Яблоновскому мосту. На подъемах появятся запрещающие знаки габаритные рамы. Они ограничат проезд автомобилей выше 3 метров. Помимо этого установят знаки ограничения массы, а на подъездах к мосту дорожные знаки и баннеры. Теперь маршрут автобусов из Ильского, Черноморского, Северского, Михаловского и Львовского поселений пройдет через Тургеневский мост. Северский историко-краеведческий музей посетили юные этнографы из краевой столицы. Воспитанники детского центра творчества «Содружество» ежегодно выезжают в разные гулки Кубани, где знакомятся с традициями и народными ремеслами. В Северском районе ребята уже второй раз. Эта экспедиция носит название «К истокам ремесла». Ежегодно выезжая в детские этнографические экспедиции, наши ребята знакомятся с культурой, бытом, традициями народов, проживающих на территории Краснодарского края. В этом году мы посетили Северский район уже второй раз. Интерес ребят к таким поездкам всегда чрезвычайно высок. Дело в том, что в ходе учебной программы в школе всегда перед ними стоит вопрос, насколько хорошо мы знаем нашу историю. Насколько хорошо мы знаем историю тех станиц, из которых родом наши бабушки, дедушки, прадедушки. И, конечно же, получить информацию практически все только на уроках истории достаточно сложно. И когда мы выезжаем в экспедиции через предметы декоративно-прикладного искусства, неважно, или даже через предметы материальной культуры, ребята знакомятся таким образом с историей, с укладом, с традициями действительно нашей многонациональной Кубани. Юные следователи не просто изучают быт и культуру, но и своими руками создают традиционные предметы материальной культуры. В состав экспедиции входят ребята из разных школ города Краснодара. Вот в этом году перед нами тоже стоит задача изучить несколько предметов вышитых, которые хранятся в Северском музее. И в течение учебного года в рамках своей программы ребята воссоздадут полностью отдельно взятые рушники, салфетки и отдельные предметы, которые здесь хранятся. В Северском музее ребята послушали увлекательную лекцию историка и этнографа Валентины Киселевой об истории кубанского рушника – традиционного полотенца из домотканного холста. В ходе рассказа они научились читать рушники, то есть понимать сюжеты, лежащие в основе каждого тканного произведения, различать рушник праздничный от свадебного и хлебосольного. Узнав всю необходимую информацию, юные этнографы приступили к воссозданию увиденного – наброскам. Вернувшись домой, они вышьют рушники самостоятельно на настоящих домотканных полотнах, созданных руками кубанских мастериц. В Северском районе ребята задержатся еще на несколько дней, чтобы познакомиться с секретами других ремесел. Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. На первый взгляд, это обычный спортзал в калифорнийском городе Сакраменто. Однако все посетители не просто занимаются, а еще и вырабатывают электричество. «Когда люди тренируются и сжигают калории, они производят ваты, которые мы используем для питания самого помещения. Таким образом, мы используем человеческую силу для производства чистой энергии прямо на объекте». В кардиотренажёры встроены такие же инверторы, какие есть на солнечных панелях и ветряных турбинах. Они преобразуют энергию в электричество. Весь избыток накапливается в батарее. Его используют в те периоды, когда посетителей мало. Владелец спортзала Хосе Антонио говорит, что если задействованы все велотренажёры, то за одну тренировку можно выработать от 1000 до 2500 ватт. «Всё зависит от человека и от того, какая у него скорость. Минимально за 20-минутную тренировку можно выработать 20 ватт, то есть по вату в минуту. Но если увеличите нагрузку, то за 20 минут можно получить все 50 ватт». Многие посещают тренажёрный зал исключительно потому, что им нравятся такие тренажёры. «Никаких лишних усилий. Люди уже используют это оборудование. Так почему бы и нет? Давайте его просто везде применять». «Мне очень важно, чтобы всё было экологически сознательно. Поэтому сочетание фитнеса и защиты окружающей среды – это одна из лучших идей». А тем временем Хосе Антонио строит далекоидущие планы. Он хочет создать спортзалы, которые будут обеспечивать энергией не только себя, но и дома рядом. «Я себя!» «Я себя!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова